Революция это не бином Ньютона. Все они, эти революции развиваются более или менее по одинаковому сценарию. Мы можем спрогнозировать и их течение, и их последствия. Вот наша так называемая февральская революция 1917 года представлена в том числе и в зале исторического парка. Это хроника событий 1917 года. Ничего нового. 23 февраля, 8 марта 1917 года. 8 марта по новому стилю. День работницы, нынешний международный женский день. Начало революционных событий в Петрограде. И первых, кого выводят на улицы, это женщины и дети. Вот что пишет Балк, петроградский городоначальник. Густая толпа медленно двигалась по тротуарам, оживленно разговаривала, смеялась. Прогулка. Часам к двум стали слышны заунованные голоса. Хлеба, хлеба. И так продолжалось весь день всюду. Причем лица оживленные, веселые и, по-видимому, довольные. Остроумные, как им казалось, выдумкой протестов. Это, напомню, 1917 год, февраль. Хлеба в Петрограде тогда было довольно искусственное. Был создан дефицит хлеба, но генерал Хабалов в несколько дней решил вопрос с дефицитом хлеба. Но погромы булочных, полных хлеба зачастую, уже начались. И затем демонстрации, забастовки, призывы к свержению верховной власти, которая была объявлена темной силой, абсолютно не способной руководить, Хотя страна к тому времени, Российская империя, уже выигрывала в Первой мировой войне, готовились к весенне-летнему наступлению. И даже уже были сшиты особая форма, так называемые богатырки, которые потом стали буденовками. Вот те самые буденовки, это богатырки, сшитые по эскизам Васнецова для Парада Победы в Берлине, в Вене и в Константинополе. Только с них потом содрали двуглавых орлов, а приклеили красные звезды. Россия к тому времени была четвертой-пятой экономикой в мире. Но это особый разговор, кому интересно посмотреть факты, посмотреть, что представляла из себя наша страна до 1917 года, со всеми ее противоречиями, проблемами. Ну, вот, пожалуйста, милости просим сюда. А вот теперь давайте посмотрим, кто же делал февральскую революцию. Обычно считается, что революцию делают революционеры. Но всего лишь за несколько недель до революции самый знаменитый наш революционер Владимир Ильич Ульянов-Ленин 9 января 1917 года в Цюрихе, выступая перед рабочей молодежью, сказал достаточно горькие слова. Мы, старики, сказал он, это было 9 января 1917 года, не доживем до побед этой революции. А вот вы, молодые, до этого доживете. И через меньше, чем через 2 месяца произошла февральская революция, был свергнут царский режим. Кто же был творцами этой революции? Если большевиков не было, эсеры-революционеры, их тоже не было в стране, либо они были в эмиграции, либо в тюрьме. А вот посмотрите, вот это участники и творцы февральской революции. Русская элита в полном составе. От великих князей до промышленников, руководителей военно-промышленного комплекса, думских лидеров. Это самые богатые и аристократические роды. Революцию в России делают элита. И это надо помнить. И рано или поздно это раскрывается. Революционеры, смутьяны, они приходят потом. А вот эти вот господа, Павел Николаевич Милюков, Михаил Родзянко, Георгий Львов, Гучков, генералы, Алексеев Русский. Вот эти люди, они, собственно говоря, и задумывали, и совершали ту самую февральскую революцию, которая сокрушила Российскую империю. Не дала ей стать победительницей в Первой мировой войне со всеми теми преференциями, которые Россия получала, включая преференции по договору Сайкса-Пико, знаменитый договор, который был заключен в 15-16 году. И по нему Россия отходила все Черное море вместе с побережьем Турции, с северным побережьем Турции, с Константинополем, с Босфором, Дарданеллами, островами в Эгейском море и так далее, и так далее. И еще огромные репарации от Германии, Австрии, Венгрии и Турции. Россия очень много потеряла в этой Первой войне своих сынов. Кстати, репарации по Первой мировой войне Германия закончила выплачивать чуть ли не в 2009 или в 2010 году. Так вот, именно эти люди, желая самого доброго, самого искреннего, самого лучшего для России, они ввергли ее в пучину страшных бед. Один из руководителей революционных действий был еще примечательнейший господин Джордж Бюкенен, посол Великобритании в Петрограде. Мы бы не знали о нем особенно много, если бы не несколько лет назад во Франции не были бы открыты архивы тома, известного французского дипломата, в которых содержались доклады некого капитана французской разведки Демалийси, который он направлял, этот разведчик направлял в Париж. Так вот, он там пишет, не буду сейчас долго цитировать, что все революционные события жестко контролировались и управлялись из английского посольства вот этим самым господином Бюкененом. Наши демократы, либералы были заядлые англофилы, и англичанин без особой сложности управлял ими. Хочу подчеркнуть, не надо говорить, что виноваты во всем англичане, американцы и прочее, прочее, прочее. Хотя они, конечно же, внесли свою левту. Мы виноваты сами во всем. Мы сами позволили собой руководить. И сами разрушили великую страну. Потому что, как только вот эти вот люди взяли власть, то те самые, самые рукопожатные, честные, прекрасные, желанные всем обществом, на которых чуть ли не молились, восторг февральских и после февральских событий был совершенно необычайный. Они в пять месяцев обрушили страну, разрушили фронт, разрушили экономику. Оказалось, что управлять Россией не такая уж простая задача. Они ничего сделать не смогли. И по этому поводу очень хорошо говорил кадет. В общем-то, либерально настроенный человек уже позже. Маклаков, Василий Маклаков. Во время нашей революции все кумиры общественности умели только ругать власть, но не умели управлять. Страда была разрушена. И вот эти господа, которые искренне желали блага России, многие из них готовы были умереть за нее, но они со всей своей любовью передали власть великому террористу Владимиру Ильичу Ленину. А почему террористу? Я сейчас об этом скажу. А сейчас давайте остановимся на секундочку на том, какой восторг испытывала вся Россия, когда старый, прогнивший, как они говорили, строй был сломан. Такого энтузиазма, искреннего ликования и восторгов Россия давно не знала. Русская общественность просто потеряла голову от счастья. Смею думать, пишет великий князь Кирилл Владимирович, «Смею думать, что с падением царского режима удастся, наконец, вздохнуть свободно в свободной России и мне», – великий князь пишет. Впереди я вижу лишь сияющие звезды народного счастья. Один из известных поэтов писал тогда, «Тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне я вспомню Россия, свобода, Керенский на белом коне». Да и даже духовенство, к сожалению. 200 лет православная церковь пребывала в рабстве. Теперь даруется ей свобода. Боже, какой простор! Но прошло совсем немного времени, и все они заговорили совсем по-другому. Двигатель февральского переворота Александр Иванович Гучков пишет, «Власть при многих своих недостатках была права, а революция при многих своих достоинствах была не права». Александр Федорович Керенский в 1964 году давал интервью одному из изданий американских, в Соединенных Штатах он был, в эмиграции. У него спросили, можно было бы избежать победы большевиков в 1917 году. Можно, ответил он. Для этого надо было расстрелять всего одного человека. Ленина спросили у него. Нет Керенского, ответил Керенский. Русское имя покрылось позором. Царство растерзано адским раздором. Кровью залита вся наша страна. Боже наш, в том есть и наша вина. Каемся вы в эти страшные дни. Боже, царя нам верни. Царя вернуть. Все уже. Кончилось. Поздно. Вот это страшные моменты революции. А что началось? Ну вот давайте, во-первых, мы все знаем. А вот давайте посмотрим, что пишет о том, что реально происходило в России великий наш поэт Максимилиан Волошин. Еще, еще, и все казалось мало. Тогда раздался новый клич. Долой войну племен и армии, и фронты. Да здравствует гражданская война. И армия, смежав ряды, в восторге с врагами целовались, а потом кидались на своих, рубили, били, расстреливали, вешали, пытали, сдирали скальпы, резали ремни, сквернили церкви, жгли дворцы, взрывали пути, мосты, заводы, города, уничтожали склады и запасы, ломали плуги, угоняли скот. Гнаили хлеб, опустошали села, питались человечиной, детей засаливали впрок. Это рассказывает свидетель того самого русского бунта, бессмысленного и беспощадного, о котором Александр Сергеевич Пушкин говорил. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молодые и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердечные, коим чужая головушка, полушка, да и своя шейка копейка. Почему это произошло? Как это случилось? Мы говорили о том, что террор пришел к власти абсолютно естественным образом, а власть этому террору передали все, в том числе и самые доброжелательные люди, которые хотели самого высшего добра, казалось бы, России. Потом они кричали, в эмиграциях, в гулагах мы не хотели. Мы знаем о феврале 1917 года, мы знаем об октябре 1917 года, а вот о ноябре 1917 года мы не помним. А в ноябре 1917 года, вот посмотрите сюда, закончились выборы в учредительное собрание, тот самый представительский орган, который был созван Временным правительством для того, чтобы определить будущее России, будущее развития России. Для выборов в учредительное собрание были отменены все возможные цензы. Возрастной, не с 25, а с 20 лет можно было приходить на выборы. Все партии принимали участие. Или во всяком случае можно было присоединиться к партиям, которые сходны по духу. Военным разрешили принимать участие в выборах. Женщинам, впервые в мире, в большой стране, женщины были допущены. Национальные цензы ограничительные, все были сняты. И вот, наконец, результат выборов. Мы часто говорим, а собственно говоря, а почему, вот как произошло, что была эта жестокость. Был сталинский террор, красный террор, белый террор, зеленый террор. Так вот, в Всероссийское учредительное собрание были выбраны депутаты. И более 90% этих депутатов, избранных всенародно, принадлежали к террористическим партиям. Большевиков и эсеров. К партиям, в котором черным по белому в уставах было записано. Терроризм как один из инструментов их политической работы. А мы потом удивляемся. Все революции, особенно в России, происходят примерно одинаково и примерно одинаково заканчиваются. Иллюзий строить не надо. Субтитры создавал DimaTorzok